Я приветствую любителей астрологии, я приветствую гостей моего канала, кто первый раз попал на мой канал, смотрит меня. Меня зовут Любовь Киселёва, я представляю авистийскую астрологию и сегодня продолжаю тему верхнего зодиака. Хочу рассказать о следующем верхнем зодиаке, который уже вот солнце идёт по его градусам, это знак Пегас. Основная информация, подчёркнутая мной из книги Павла Павловича Глобы «Двойное кольцо зодиака», и в основе которой использовано древнее учение о Весты. Мы поговорим о втором знаке верхнего зодиака Пегас, который находится на границе знаков рыб и водолея. Я рассказываю обключение верхнего зодиака главным показателем в нашей карте, в нашей судьбе и вообще в мире, солнцем. То есть эта тема важна людям, родившимся в определённые дни месяца, когда солнце проходит 7,5 градусов последних одного знака и первые 7,5 градусов другого знака. В данном случае у нас последние 7,5 градусов водолея и первые 7,5 градусов рыб. И эта информация важна людям, родившимся либо с 12 по 18 февраля обыкновенного года, или с 13 по 19 февраля высокосного года. Но это водолея, всё в нём необычно, как бы вот как в других. И всегда повторяю, что астрология, наука точно, и надо рассматривать, конечно же, всё индивидуально, потому что у кого-то может быть другие планеты на границе двух знаков, а рождён человек совершенно в другом месяце, в другое время, но данный верхний зодиак у него может быть открыт. И вот не зная показателей своего рождения, вы не знаете своего предназначения, главной цели своей и вообще очень многого, ну, какой-то информации важной, сакральной о себе. Я приглашаю познать себя, своих близких узнать, разобраться в возможных вариантах своей судьбы, вот прибегая к личной консультации у астролога. А вся информация, которую вы слышите и читаете на просторах интернета, она, конечно же, общего плана, чтобы вы знали, вот что есть что-то такое, о чём вы не подозревали. Или, ну, какая-то обрывочная информация. И вот продолжая тему верхнего зодиака на границе знаков рыб и водолея, напомню, что верхний зодиак у нас идёт против часовой стрелки, и поэтому, начиная от овна, идёт знак рыб, водолей и так далее. И вот проявляется у нас верхний зодиак пегас или крылатый конь. С этим знаком связано созвездие пегас и звезда Альферанцы, полное название которой Сарах Альфарад, что означает пупка-ня. Раньше эту звезду связывали с созвездием пегас, сейчас её уже относят к созвездию Андромеды. А звезда Альферан связана с большими почестями, умением всего добиваться самостоятельно, а также с хозяйственностью и накопительством. Но давайте рассмотрим, как всегда, мифологию знака, потому что мифология как бы вот это основа от чего, ну то есть понимание, понимание знака, мистерия знака, что он нам как бы говорит смысл вот этой жизни, кто родился в этом верхнем знаке. И вот крылатый конь в древнегреческой мифологии считается небесным конём верховного бога Зевса. У него большие белые крылья, которые позволяли пегасу передвигаться с быстротой ветра, чтобы доставлять Зевсу громы и молнии. А ещё в греческой мифологии пегас крылатый конь, который вот из свиты бога Марии, вернее вот из свиты богов, да, и конкретно бога Марии Киана в колебателе земли, бога Посейдона. Это имя связывали с эпитетом гиппи, то есть коны. И сам пегас считается сыном Посейдона и Медуза Гаргона. Медуза Гаргона страшный персонаж, которая одним взглядом превращала людей в каменные статы. Так вот, пегас выпрыгнул из её тела, когда Персей отрубил ей голову. И ещё одна версия рождения перлатого коня, что он возник из крови Гаргоны. И это всё как бы нам предчтение чего-то для понимания событий. Что это даёт? И вот крылатый конь является символом благословения небес, а пегас был ещё любимцем девяти мус, покровительницей сквоз, живущих на горе Геликон. И на этой горе возник источник ключевой воды от ударов копыт пегаса. Его называли Гиппокрен, то есть конский ключ. И с тех пор на эту гору происходили паломничества, служители гармонии красоты, кто искал вдохновения. То есть это люди творческие, поэты, художники, музыканты и так далее. И вот священный источник давал им идеи новые, для новых произведений искусства. А красота и пение мус способствовали такой эстетической нотке, передаче приятных эмоций, восхищения в творчестве, что отражалось потом от этих произведений в душах других людей, оставляя позитивный след истинного искусства, чистой красоты и воодушевления любовью, любовью к жизни. Оседлать пегаса означает написать вдохновенные стихи, стать поэтом и певцом. Но не каждому удается оседлать пегаса, крылатого коня, летящего быстрее ветра. Для этого нужна золотая уздечка. И, дорогие мои, я всегда вам напоминаю, как бы трактую, что золото у нас ассоциируется с солнцем, а солнце – показатель нашего духовного развития. То есть солнце в нашей карте – это наш путь духовного развития. Оседлать крылатого коня с высокими духовными идеями. То есть какую основную мысль в своем произведении, в каком-то творческом, творческой идее хочет человек донести до людей. И вот по одной версии мифа Посейдон отдал коня своему сыну Белерафонту, а по другой Белерафонт смог оседлать крылатого коня с помощью богини Афины, которая дала герою золотую уздечку. И вот смотрите, о чем нам миф намекает. Оседлать быстрого коня, напомню, крылатый конь – мои мысли, мои скакуны. И то есть можно написать много чего, вот у нас мысли, как бы их много, рои в голове. Но золотая уздечка вот как раз-таки внести в эти мысли духовное значение для произведения, для духовного развития людей и как бы вот помощь, эволюционирование людей. Белерафон поразил с воздухом луком химеру, чудовище с головой и шеей льва и туловищем козы и холостом дракона. И вот кто смотрел мое видео о сфинксе, который также является химерическим образом, что говорит нам о борьбе со своими животными инстинктами. И здесь опять намек на то, что надо бороться с этими животными инстинктами, либо какими-то виртуальными химерическими воображениями, то есть вносить в искусство мрачность и уродливость, и тем самым создавая в людском мышлении искаженное понятие красоты. Пегас помогал Белерафонту и в других подвигах, пока герою не пришла мысль взлететь на Олимп, то есть уже находиться на одном уровне с высшими богами и, по сути, возомнив и себя уже богом. А разгневанный Зевс, Зевс, напомню, это главный над всеми богами Олимпа, еще его в римской мифологии представляют Юпитером, он наслал овода, который ужалил Пегаса и обезумевший от боли конь сбросил Белерафонта. Обязанностью Пегаса еще, напомню, было доставлять громы и молнии, которые выковывал Ефес на Олимп Зевс. В вестийской традиции также есть крылатые кони, кони Митры. Митра – это в вестийской традиции, это справедливость. Так вот, эти кони, они как бы несущие солнце. Солнце в вестий олицетворяет хварну, то есть кони связаны с несением хварны. А напомню, или же скажу для тех, кто первый раз меня слушает, хварна в вестийской традиции – это понятие особенного дара, выделенности человека, который отдается либо роду ему. А род может передать какому-то определенному своему потомку, накопив лучшее качество рода, совершая благие дела, и вот они эту хварну какому-то определенному своему потомку дарят. И крылатые кони, являясь символом фравуши, то есть фравуши – это первопредки наши, они приносили людям небесные дары от небожителям. Ну вот, например, хорошее урожае при засухе дождь. То есть они давали соприкоснуться с верхним миром и получить вдохновение и пророческий дар. Крылья Пегаса символизируют полет, а сам символ коня связан с неукротимым поступательным движением. И мы рассмотрим сейчас характеристику представителей знака, может быть, вы узнаете себя или какие-то черты, или у своих знакомых. Так вот, согласно мифу, Пегаса мог оседлать только герой, человек с хварной. Но, дорогие мои, чтобы вы понимали, мифы – это не боевики, и герой в них подразумевается человек, борющийся в первую очередь со своими пороками или силами зла и зме, то есть назидание другим для спасения мира. Это пример для остальных людей, поэтому в мифах герои являются полубогами, рождённые от богов и земных людей, то есть в них уже заложено больше талантов, особый дар, сила особая, сделать что-то особое для мира и других людей вдохновить, почувствовать себя сильными, мотивировать других людей, что зло всегда можно победить и нужно побеждать. А в нашем земном мире это такие неординарные люди, они, конечно же, могут быть известны всему миру, хварноносные, они известны в своей стране, в каком-то более малом таком кругу, но они выделяются в обществе, в социуме, и основные таланты и задачи у них проявлены по верхнему зодиаку, то есть либо по Солнцу или скоплению планет на границе двух знаков. Вот о них я вам рассказывала, ну а может быть и о вас сами. И вот представители верхнего зодиака Пегас могут соприкоснуться со всеми музами, то есть, например, вот у них множество талантов, да, они могут одновременно и хорошо петь, стихи писать, сочинять музыку, рисовать. Но, как говорят, талантливый человек талантлив во всем, и он может быть, ну, каким-то, скажем так, серьезным, ответственным руководителем, но вот у него могут проявляться и такие творческие таланты. Еще это касается и научных талантов, когда человек с легкостью осваивает несколько научных знаний и приводит вот к чему-то общему, пробуждает в себе еще и творческий потенциал. Представителям этого знака дается, как бы, доступ к накопленному уже кладезь коллективной информации, что наполняет вдохновением на творчество. И это, вот, знаете, как какой-то волшебный поток мыслей, приходящий сверху, то есть человек переносит вот эти вот мысли сверху, да, в осязаемом варианте, то есть он передает эти мысли, эмоции через стихи, музыку, танцы, научные открытия, через произведения, через таких людей передается вдохновение другим людям, передаются истинные идеалы жизни. С пегасом связан творческий процесс, то есть высота духа, дерзновение, высокий полет. Это люди-одиночки, прорвавшиеся к верхнему миру. А с высоким полетом всегда связано огромное искушение гордыни, что я такой талантливый, и это моя личная заслуга. И вот здесь, дорогие мои, засада для вот этих людей, представителей пегаса, ну, и для других тоже. Мистерия пегаса идет осознание творческих возможностей личности, и на первый план выходит высочайшая роль самой личности, которая может оседлать этого крылатого коня, ну, то есть вот переведу мысли скакуны, привести в гармоничное состояние, то есть в виде поэзии, в виде прозы, научного трактата, музыки, картин, архитектуры. То есть человек может подняться очень высоко и менять даже вот события в мире. А крылатый конь – это творческая воля, долетающая до неба и спускающаяся на землю. То есть у рожденных под знаком пегаса растут крылья, ну, это ощущение такое. А крылья – это дерзновение духа, это желание подняться выше земного притяжения, подняться над земными проблемами и заботами, и в худшем подняться над другими. Ну, в смысле, конечно, если человек талантлив, он уже как бы выше на голову, ну, а то и выше еще, либо это такое вот само, ну, опять же, считает, что вот я выше других, потому что я талантлив. А творческим людям в процессе вот этого оседлания крылатого коня, конечно же, совсем не до бытовых забот, они выше этого. Ну, в хорошем смысле, как бы им вот важно не упустить вьющийся поток информации с небес, то есть вот мысль, вдохновение это не потерять. И, конечно же, у них всегда есть люди, которые помогают быту, чтобы вот они творили, да, чтобы не отвлекались на мелочи жизни. А в худшем варианте талант вот дерзновения подняться выше в симбиозе с гордыней превращает представителей верхнего зодиака Пегаса, знавшихся людей, которые считают прислугой своих близких людей, это могут быть и родственники, опять же, помощников бытовых вопросов, ну и даже вот что они являются низшей по разуму. А если эти люди творят в группе с кем-то, как правило, все равно будет пытаться подняться выше своих же шкалек, дерзнуть оторваться и сделать что-то одному. Ну, для примера приведу, например, музыкальные ансамбли, группы, откуда все равно выходит солист, считая, что он один еще больше прославится. То есть как бы группа известна благодаря ему, и вот когда он будет петь один, его еще более будут почитать, быстрее прославится и выше поднимется. А худшая мистерия Пегаса – это Люцифер с крыльями, то есть это бывший ангел, получивший соприкосновение с тайными, возгордившийся и упавший. И вот на среднем уровне можно вспомнить еще и миф об Икаре. Отец Икара сделал из воска и перьев крылья, чтобы они с сыном могли вырваться из плена. И предупредил сына, что высоко подниматься к солнцу не надо, потому что воск растает, а низко летать над водой. Перья намокнут, станут тяжелыми, и тоже будет трудно летать. Но юношеский максималист забыл наставление своего отца от эйфории, что смог выйти за пределы, ну скажем так, ограничения вот этого обычного существования, оторваться от всего, вот взлететь над всеми. И это показатель, когда рано кому-то или неокрепшему уму даются несвоевременные знания. Ну это вот как ученику средних классов, например, дали знания 10 класса, он немного понял и решил, что уже умнее вот своих сверстников, надо похвастаться своей крутостью или научить, ну опять же такой пример, научить подросткам водить машину, и он уже будет себя считать круче своих сверстников. И представьте, как он будет себя вести, выпусти его вот одного на дорогу. Ну примерно вот такие современные аналогии, чтобы вам была понятна суть этого мифа. А лучшим вариантом представителей этого знака характерны высокие устремления духа. Это бескорыстие, это вера, это молитвенные помыслы, возносящиеся к небу. Тогда им открывается высший мир и их наделяют пророческим даром. И напомню, что вообще все знаки верхнего зодиака, представители, вот их всех наделяют пророческим даром, потому что им дают информацию свыше. Источник, который копытом выбил пегас, подразумевает, что представителям этого знания дается как бы врожденное, глубокие знания прошлого. Это им дается для переосмысления и преображения в настоящем времени, чтобы они могли уже смоделировать лучший вариант будущего, как бы вот учитывая настоящее время. Некоторым представителям дается пророческий дар, который они могут материализовать в виде стихов, произведений, фантастических рассказов, театральных постановок, фильмов и так далее. И вот в этих своих произведениях у них вот это пророчество может проявляться и потом как-то в будущем даже проиграться уже в реальности. И очень важно, какую идею хочет внести представитель знака пегас в коллективное поле. Это может быть и лжеучение, и лжеидеология, и псевдогармония, и виртуальная реальность. И на все это будут, это всегда надо помнить, что будут ориентироваться другие. И характер у представителей крылатого коня, конечно же, будет строптивый, резкий, стремящийся ввысь, у него будут какие-то заоблачные идеи и мечты. Они могут творить и работать на износ. И если вовремя не остановиться или же возгордяться собой, то, конечно же, могут выдохнуться и упасть. Либо неожиданно их собьет на пути к Олимпу. А в лучшем случае представители пегаса находятся в таком постоянном творческом горении, развитии и устремлении к небу. И если они оседлают крылатого коня, то могут творить до конца своей жизни, вот как будто неведомая сила выносит их и постоянно помогает. В большинстве своем это люди творческих профессий. Они яркие, всегда знаменитые, могут взлететь и только появившись, ну то есть очень быстро, да, вот только появились на горизонте коллектива внимания и уже вот очень сильно популярны. Но заметьте, как многие из них быстро выдыхаются или рано лишаются творческой реализации и вообще физической жизни и уходят в забвение, так как когда-то гордыня где-то овладела их над духовным развитием. И вот задача представителей знака пегас является, что их таланты, хварна, творческий полет, мысли, пророческий дар дается, чтобы они указали людям путь в небо, своим творчеством, своей деятельностью, опять же помогали людям различать добро и зло. Этим людям дано открыть для других тайны мироздания, божий замысел, понять гармонию божественного мира и вот передать идеалы вот этого божественного замысла. Бог, творец мира создал все идеально, в том числе и людей, и люди должны это поддерживать, эту красоту и гармонию в себе и в мире. Представители знака пегаса должны вдохновлять своим творчеством на истинные идеалы, чтобы принести людям спасение, то есть и помощь в тяжкие минуты вселять в веру Бога. А это, ну вот, когда нам как-то вот плохо, да, какие-то неприятности, какая-то тяжесть на душе, мы можем послушать любимую музыку, почитать стихи, какое-то произведение любимое, почитать и как-то уже отвлекаешься, как-то тебя уже вот вдохновляет, забываешь про свои проблемы. Ключевой планетой верхнего зодиака пегас является Венера, и вот представителям знака пегаса доступны все формы гармонии. Ключевая планета дает покровительство вот этих всех, мусс, чувство прекрасного, пластичность, грациозность, причем это вот будет проявляться во всех сферах, очень будет заметно для других, как в искусстве, так даже и в каком-то научном поприще, там, в архитектуре, вот будет отличаться от других вот этими вот красивыми формами, изящными, вот даже, ну, я не знаю, какой-то, скажем так, космический корабль, он будет вот какой-нибудь такой красивый, скажем так. Пегасы вносят гармонию и изящество, и если они выходят на ангельскую сторону Венеры, то вносят в мир идеалы красоты, форм, слова, музыки, вот эти как раз-таки вдохновляют других. А если вспомнить мифы Пегасе, надо, конечно же, помнить, что родился он от медузы Горгоны, такой неприятной особой из ее крови, что как раз-таки должно всегда напоминать о дурной наследственности, то есть эта дурная наследственность, она будет как бы мешать, преследовать представителей этого знака, и худшее качество, которое может проявиться у представителей этого знака, это вот проявление демонической стороны Венеры. Медуза Горгона своим взглядом обращала людей в камень, то есть полностью тормозила их в развитии и делала рабами материи. И вот если Пегас забывает о своих высоких духовных терзаниях, поддается искушению деньгам, чувственным наслаждениям, зацикленность на материальном, на своем комфорте, деградирует сам и превращает окружающее общество в закосневелый, неразвивающий застывший механизм, тормозит развитие интеллектуальных и культурных процессов. Это вот тоже можете понять, особенно сейчас у нас, скажем так, в нашем мире, в современном обществе, как в большинстве людей интересует, как живут известные люди, какие у них дома, как они одеваются, сколько они получают, ну, как бы зарабатывают, ну, вот все материальное. Так вот, Венера дает внешность невинную, миловидную, привлекательную, и, конечно же, людей всегда вот эта вот внешность привлекает, а грехи могут долго не отражаться на их внешности, и вот эти люди, они, если они идут по демонической стороне планеты Венера, они будут вообще вот разложившимися типами, но при этом иметь ангельскую внешность с невинными голубыми глазами. И вот сейчас мы как раз-таки поговорим об искушениях знака Пегас. Пегасы могут летать высоко, и это порождает гордость своими талантами, отчего возникает сверхчеловеческая гордыня. И первое условие для Пегасов – это скромность. Герой, наделенный Хварной, должен быть скромным и выполнять свой долг, который ему дан свыше. В противном случае он рискует оторваться от земли, от прошлого, то есть от фравахара своего, этого первопредка, от предков своих даже, забыть даже вот своих родителей, поставить себя в центр мира и считать, что свои таланты и заслуги он приписывает лично себе, своему «я». Он не думает, что предки, опять же, вот вам напомню, что это такой накопленный предками дар, талант, который вот одному человеку накопили, копили вот как в коробочку, вложили они вот своей праведной жизнью. То есть вот этот весь потенциал накопили и вот дали одному. А вот это могут быть хорошие учителя тоже вложили. Ну, учителя, естественно, всегда будут, такому человеку всегда будут учителя хорошие, даваться, которые еще больше, вот как бы потенциал этот откроет. А главное, Бог его отметил для себя, то есть сделал проводником, а в данном случае вот этим крылатым конем и посылает ему сверху высокие идеи и мысли. И ведь Бог приходит к нам через мысли, напоминаю вас. Так вот, Пегас дает возможность долететь до неба и получить вот это недозволенное. Он рождает творцов, дерзающих сравниться с божественным замыслом. Из вкушения Пегасов еще являются научные открытия, которые могут навредить человечеству. Зло пытается взлететь на небо, то есть вот в тот неоскверненный мир, но так как дух зла приходит к нам через материальное, у него ограниченное время, зло не может вырваться от земного притяжения. И вот почему нам, людям, надо развиваться духовно, чтобы полет мысли был, чтобы нести эту хварну, вернее заработать эту хварну, потом нести ее достойно и не позволять, это мы, люди, можем не позволять злу прорваться в верхнее небо. Ведь Пегасам надо быть осторожными, осознавать, кто и как еще может воспользоваться их открытиями, их талантами. Вспомним Икара, который вырвался запредельно и забыл предупреждение отца, разбился. То есть вот здесь несвоевременные знания могут привести к трагическим последствиям, то есть отец дал вот эти несвоевременные знания, но при этом вот вы можете почитать, почитать мифы о самом Дзидали, вот об отце Икара, как он использовал свои таланты или кто-то пользовался в своих корыстных целях талантами Дзидала. Почему привело к такой трагедии? Так вот, под знаком Пегаса рождались творцы, которые приносили пагубу для человечества. И опять же мы вспоминаем, что Пегас родился от медузы Гаргона, из-за ее крови, а это накладывает на представителей этого знака двойственность. То есть злые силы могут использовать его в своих корыстных целях, вот этот высокий полет мысли, чистоту и невинность людей-пегасов. И такие представители знаков могут проигрываться как жертвы, но причем чаще всего как темные жертвы. То есть талант продадут за копейки, а другие на этом зарабатывают баснословные деньги, но это будут всегда деньги кровавые. И вот сам представитель знака Пегас может с невинным видом проигрываться еще как темная, самая темная личность, как палач, и творить жуткое зло в мире. И в лучшем варианте Пегасы могут пожертвовать своим эго, своим временем, чтобы дать миру идеальные примеры и показать силу духа. Очень важна для Пегасов наследственность. Мы опять же вспоминаем Медузу-Гаргону, потому что эти люди очень завязаны на генетическую программу и в большинстве случаев становятся такими же, как были их предки. Если предки были достойными людьми, Пегасам легче исполнять свою программу, а если один из предков все-таки вот испортил генетику, проигрался как Медуза-Гаргона, был преступником, либо вел себя как монстр, Пегасик может резко взлететь на небо, но и быстро упасть, как и Карр. Ну вот опять же, потому что Дедал был далеко, его отец далеко не идеальным человеком, но это опять же, вы можете почитать эти мифы Древней Греции. А может еще вот быть героем, как Беллерафон, совершать подвиги, благие дела, а потом решить, что его место рядом с богами. И вот вся невинность, чистота, благие помыслы Пегасика может людей, других людей привести к искушениям или в пропасть. То есть вот если Пегас идет по пути, по темного пути своих предков. Люди ориентируются на Пегасика, а он может сам, ну вот говорить об идеалах и творить зло, причем с невинным видом. Ну, для кого непонятно, зло это не только убийство, но это еще, это какие-то сексуальные пристрастия, вот по Венере, похоть сексуальная, алкоголь, наркотики, это частая смена супругов, большая разница в возрасте, наблюдается тоже вот имидж какой-то, может быть непристойный, тайный деспотизм, черный пиар и так далее. То есть вот вроде бы талантливые люди, вроде бы хорошие, а как раз-таки пытаются вот взлететь именно на таких вещах, на каких-то скандальных. Ну, либо не желая так проявляться, но все равно же за ними наблюдают, либо специально как бы это делая, чтобы вот взлететь, ну, как-то, чтобы они их помнили всегда. И вот смотрите, из представителей этого знака могут получаться самые страшные обольстители с невинными глазами, которые могут довести других до морального и материального краха и разложения. Людям знака Пегас надо знать своих предков и отмаливать их грехи. Им-то и даются огромные силы для работы вот со своим прошлым. Важно не допускать в себе ошибки своих предков. эмоционально, спокойно, правильно реагировать на события и не допускать в себе чувства превосходства над другими. Ну, чтобы вы понимали, что такое вот верхний зодиак Пегас, назову известных людей, которые родились с этим верхним зодиаком. Это, например, Микеланджело Буаннароти, Себастьян Иоганн Бах. Более современные люди, которых все и молодые, и старшее поколение знают. Вот, например, Мишель Легран, французский композитор, пианист, певец. Известен больше музыка из кинофильма «Шербургские зонтики». Еще представитель верхнего зодиака Пегас является американская супермодель, актриса и предприниматель Синди Кроуфорд. Это такой эталон красоты 90-х годов 20 века. Пэрис Хилтон, бывшая потенциальная наследница семейного бизнеса сети отелей Хилтон. Тоже очень известная личность, очень такая эпатажная. И, например, ну не например, а для белорусских, для зрителей из Беларуси, любителей футбола, известный человек, это председатель правления футбольного клуба Батэ Анатолий Анатольевич Капский тоже является представителем знака Пегас. И вы можете прочитать о них в Википедии, ну и как-то про себя проанализировать, и чтобы лучше понять о верхнем зодиаке Пегас. А я с вами прощаюсь, благодарю вас за внимание, за уделенное время моей информации, очень интересной информации. И я благодарю вас за лайки, за репосты, за комментарии. Мне очень приятно, что вы пишете, что вы интересуетесь. Ну и до следующих встреч. Всего вам хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Спасибо.